Еще раз всех приветствую. Друзья, у нас 17 января начинается арт-практика детский портрет. И уже к этому курсу у нас накопилось несколько вопросов. Мне их передали, и я сейчас о них расскажу. Некоторые ответы уже готовы. Первый вопрос. Он связан с тем, что не у всех детство было, скажем так, на волне, на позитиве бывает детство и сложное. И насколько я понимаю вопрос, то стоит ли прикасаться к тому детству, о котором бы не очень хотелось вспоминать. Наша технология в этой работе будет совсем противоположная. Мы не из детства будем прошлого брать что-то, а наоборот в него привносить из нашего настоящего самое лучшее и сокровенное, то, что вы можете послать, как бы наоборот, в тот образ, который был в нашем детстве, вот его как раз напитать и дать ему то, что ему не хватало виртуально и эмоционально. Вот будет такая работа. Второй вопрос был связан с тем, что если нет фотографии, которую мы предложили вам использовать для этой работы, где-то до 7 лет нам желательно, чтобы был какой-то образ, который будет как бы основой в нашей работе. Допустим, у вас его нет, ну не сохранилось по каким-то причинам фотоархивов. Тоже, ребят, ничего сложного в этом нету. Надо будет найти в интернете какой-то образ ребенка, который по вашему представлению о себе больше всего характеризует ваше детство, характеризует вот ваши какие-то нынешние, даже если это представление сейчас, вот о том прошлом. Вот достаточно даже такой фотографии. Я со своей стороны, буквально завтра мы загрузим эту папочку фотографий самых разнообразных детских портретов. Вы можете там посмотреть, чтобы долго не искать. Может какой-то портрет с симпатией вам откликнется. Если такое произойдет, вы просто дайте мне знать, что вам такой-то портрет понравился. Я его подготовлю для нашей дальнейшей работы. Мне это надо будет сделать за день до нашего курса. Поэтому тоже, я думаю, там времени у нас достаточно для того, чтобы сделать такой подход. И третий вопрос был связан как раз с технологией пуантелизма, со знаниями портретной технологии, вообще с возможностью рисовать портрет, если такой практики у человека вообще нету. И вообще больше интересует именно тема рисования как такового, ребят. Здесь тоже сама технология пуантелизма, она, конечно, с одной стороны универсальна. Достаточно популярна была не только в прошлые века, позапрошлым-позапрошлым, по-моему, это началось. Но и сейчас тоже это очень интересный жанр, в котором очень интересно можно реализовать, даже с минимальными знаниями каких-то анатомических нюансов, хотя мы немного их коснемся тоже, основных моментов, в частности, детской пропорции. И эти моменты, они в любом случае очень хорошо обогатят ваше формирование как портретиста, художника, все ваши знания и общий у вас опыт. Конечно, у кого есть уже какой-то багаж рисования, то портретных сходств может быть даже больше 25-30%. Но я хочу сразу сказать, ребят, даже 5% сходства, а это не так сложно в течение нескольких часов, это вполне возможно сделать, уже будут портретные моменты, которые будут угадываться. Не говоря о том, что чем больше вы времени на это отправляете, тем больше будет портретное сходство появляться. Не говоря о том, что даже если вы будете использовать впоследствии другие технологии портретной живописи, вам эта технология даст многие ответы, как можно решить задачи не только в другой технике рисования, но и даже в других красках, и в акварели, и в масле. Вот пока эти вопросы основные, которые мне передали, появятся еще, ребят, я сделаю еще один анонс и выпущу его в ближайшее время сразу. Всего доброго!